Всем привет из будущего! Как известно, корейцы живут на тысячу лет вперед всей остальной планеты. Именно поэтому мы отправились в Сеул, для того, чтобы посмотреть, как люди пьют кофе спустя тысячу лет. Разумеется, это шутка, но мы на самом деле на Сеул Кофе Экспо, и мы приехали искать новые гаджеты, для того, чтобы рассказать о них вам. Кажется, в будущем Бористо перестанут заваривать воронки вручную, и все будут делать гаджеты, а впоследствии и автоматические руки. Это гаджет Ману из Кореи, который берет концепцию Саманты, а в компании Хироя, и вводит ее на новый уровень. Кажется, в кофейне будущего наличие машины для заваривания пурровера будет таким же обычным делом, как и наличие эспрессо-машины. Это Бумдол, проект от корейцев, который должен конкурировать с известной в Дубае пурстеди. Разумеется, есть варианты в разных цветах и с разным количеством групп. Пойдемте, покажу. Все дозы программируются с планшетом, есть модненькая подсветочка и стандартные для индустрии металлические кнопки. Из непонятного остается вопрос, что все это время будет делать Бористо на смене? Ну, разумеется, Бористо в кофейне будет занят настройкой вот такой вот руки. Этот проект называется Byry. На самом деле, такие концепты появляются на большом количестве выставок. И открытым остается вопрос, когда это появится в реальных кофейнях и появится ли вообще? В будущем люди не хотят расставаться со своими кофейными гаджетами, поэтому популярность набирают дриперы, которые можно взять с собой. Это классная концепция из мягкого материала. Кроме этого, ее можно использовать двумя способами. Вот так она напоминает воронку оригами. А вот так больше похоже на классическую V60. Стэнт Эль Рочио. Это один из самых известных корейских производителей кофемашин. У них есть как дешевые машины, так и мультибойлеры, но не могу сказать, что на этом стенде есть что-то инновационное. Это для кофейн прошло. Это, пожалуй, самая лучшая машина, которая есть в линейке Эль Рочио. Это Рагина, одногруппная машина с профилированием давления. Вот этим рычагом выбираются режимы, а вот этим рычагом профилируется давление. На самом деле, выглядит она достаточно добротно, хоть здесь нету никаких супер-классных, впечатляющих элементов. Посмотрим, что будет дальше. Возможно, в будущем эта компания изобретет что-то еще. А мы на стенде Дала Корта, и кажется, они замышляют свою подстольную кофемашину. Пока нет никаких подробностей, но тренд очевиден. В кофейнях будущего бойлер будет спрятан под столом. Возможно, будущее будет не одинаковым во всех странах. Поэтому, на всякий случай, мы предлагаем вам изучить бренды китайских кофемашин. А еще, возможно, что будущее сделано в Румынии. Позади меня кофемашина Headon. Сделана именно там. Никогда не понимал, зачем нужно копировать дизайн дорогих кофемашин, ведь так же красиво, как оригинал, все равно не получится. А ведь, возможно, внутри этой тачки самая современная техника. Но нас никогда не покинет чувство вторичности. В кофейне будущего обязательно должен быть установлен свой электрический шо-простер. Это бренд EDMS. И мы попробуем разобраться в его характеристиках. Судя по всему, здесь установлен вертикальный барабан. Справа есть огромный дисплей. Кстати, он выглядит больше, чем на каком-либо другом конкуренте. Судя по тому, что я вижу на дисплее, этот ростер имеет загрузку от, я не знаю, от скольки, но точно до 1000 грамм. У него есть вот такой вот выдвижной охладитель. Так, попробуем выдвинуть это. Смонтировано это все буквально на рельсах, как ваш шкаф из Икеи. С одной стороны, выглядит все брутально промышленно. С другой стороны, как будто бы это все-таки еще недостаточно круто, чтобы поставить это прямо в спешлти кофейню. Это главный ростер в Корее. И, возможно, это самый главный ростер в мире. На нем проводится мировой чемпионат по обжарке. И если вы еще не видели его в жизни, то вы точно видели его в ленте в Инстаграме. Вот тут ребята сейчас на выставке пожарили кофе. Просто какие-то посетители. И вот в этом, мне кажется, и есть самое главное отличие Stronghold от всех остальных ростеров. Он создает ощущение, что жарить кофе это просто. Я не знаю, как этот ростер жарит кофе. Я не знаю, насколько передовые в нем технологии. Но я точно могу сказать, что продавать его будет ощущение легкости и доступности. Я хотел бы сказать вам, что в будущем компания Felicita выпустила что-то новое и уникальное. Но нет, она продолжает то, что у нее неплохо получается. Она делает продукты, которые максимально похожи на другие известные продукты. Перед вами кофемолка компании Felicita, которая очень подозрительно напоминает Lagom Mini. Позади меня два крутых бариста. Это Питер, а это Бенни. А передо мной очередь, которая не заканчивается уже второй час. Мы на стенде очень значимой корейской компании Aiden. И здесь проходит корейская презентация кофемолки Grindi. Вчера, ребята, за 2 часа прогнали 3 килограмма кофе. А сегодня, мне кажется, будет еще больше. Мы практически прошли мимо. А ведь на самом деле это большая новинка. Представьте себе, что производитель кофемолок, традиционный итальянский, решил сделать свою воронку для заваривания. Причем еще и достаточно нестандартную, в которой используются фильтры от Аэропресса. И которая, по сути, я даже не знаю, иммерсионный это процесс или нет. Ну, получается комбинация иммерсионного процесса и фурровера. В общем, очень клево, что эти ребята из Венеции просто меняют свой имидж на ходу и пытаются из старой традиционной компании превратиться в новую и современную. В кофейнях будущего, кроме кофе, подают еще и суперфуды. Вот это корейский традиционный лечебный чай. Ребята придумали упаковать его в растворимую форму, но при этом сохранили всю натуральность ингредиентов. Я только что на Википедии прочитал, что он называется сангватан, и прочитал состав. Честно говоря, половину из этих слов я никогда не видел, но это чертовски вкусно. Ну, я надеюсь, что полезно. Хорошо, хорошо, признаюсь. На самом деле, эта выставка маленькая, и здесь нету крупных международных премьер. И вообще рассчитана она на внутреннюю публику, на внутренний рынок Кореи. Поэтому здесь очень много простых любителей кофе, и здесь очень много локальных компаний. Могу сказать, что самая главная достопримечательность этой выставки это вот эта аллея, где сосредоточены все кофейни и все обжарщики. Вот здесь точно можно удивляться, прям буквально проходя, подходя к каждому стенду. Потому что кофе, который они готовят, удивительный. И почти на каждом стенде есть какие-то награды. Здесь готовят чемпионы по завариванию, чемпионы каптестинга, чемпионы в классике. В общем, кофейная Корея прекрасна. А еще очень важно преодолевать языковой барьер. Вот сейчас на одном стенде я познакомился с ребятами, которые сделали инновационную кофемашину. И мы обязательно разберемся, что в ней интересного и классного. Вот. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok